К другим темам в программе инициативного бюджетирования активно подключились жители Куйбышевского района. В этом году благоустроить территорию и благодаря финансовому участию людей и поддержке бюджетов разных уровней смогли в девяти муниципальных образованиях. Подробнее в сюжете Оксана Тимошенко. Вы пионеры, так что и поздравить вас хочу еще раз и сказать вам большое спасибо. Жители улицы Энгельс в областную программу по инициативному бюджетированию включились первыми в городе. На общем собрании решили, что так смогут быстрее привести в порядок дорогу. Конечно, дорога устала за 40 лет и она требовала обновления. И мы сегодня очень рады. Удалось все-таки реализовать этот проект, пусть и при нашем небольшом участии. И наша улица обрела другой вид. На реконструкцию потратили около двух миллионов рублей. Часть денег внесли жители, остальное добавили областной и городской бюджеты. Мы положили асфальтобетонное покрытие, выравнивающий слой 2 см, потом новый слой покрытия под асфальтовый кладчик. Откопали куветы все на глубину 50 см, чтобы понизить воду грунтовую. В прошлом году из Куйбышевского района в областном конкурсе победили всего три проекта. В этом уже девять. Средства направляют на строительство детских площадок, благоустройство захоронений и не только. Эти проекты, они чем отличаются от других? Тем, что когда объект вводится в эксплуатацию, к нему совершенно другое бережное отношение у людей. То есть в процессе эксплуатации люди просто любят этот объект и очень хорошо его оберегают. Это здорово. В Отрадненском решили отремонтировать зрительный зал Дома культуры. Жители собрали 82 тысячи рублей и получили почти миллион субсидий. Строители обещают сдать объект до конца октября. Зашпаклевали стены, сделали выравнивание. Обработали проблемные участки антигрибковой пропиткой, покрасили, демонтировали старый пол. В планах реконструкция актового зала и фойе Дома культуры. Участвовать в программе намерены и жители поселка Заречный. Вкладывать деньги в строительство детской спортивной площадки готовы. У нас детей здесь много в поселке. Поселок пополняется, молодых семей много. В город родители, естественно, отдаленность. Там вот возле спорткомплекса площадка такая шикарная. Но туда возможности нет, как бы возить детей. А здесь бы вообще место позволяет. Если бы мы поставили здесь такой с тренажерами комплекс, это было бы вообще здорово. Если проект жителей Заречного одобрят, игровая площадка с уличными тренажерами появится в поселке уже в следующем году. Оксана Тимошенко, Андрей Ребедев, Новости ОТС.